Коллеги, начинаем нашу работу. Что-то у нас с массовостью. Видимо, вчера поздно закончился киноклуб, надо его отменить на будущее. Поэтому, или как? У меня предложение для разминки посмотреть небольшой материал. Там сколько-то минутный совсем. Пока мы настроим аппаратуру, возможно, у нас выйдут коллеги из группы металлургической поддержки, что-то с ними пока нету связи. За это время я сейчас сориентируюсь, есть или нет. Пока кусочек небольшой посмотрим. И еще мне хотелось бы выстроить вот такой разговор. Есть ли у вас сегодня какие-то вопросы, затруднения, которые могли бы обсудить сейчас или хотя бы обозначить? В работе, в том числе по теме дня и по теме игры, которые бы прозвучали, которые были бы зафиксированы, они одновременно были бы пищей группы металлургической поддержки. А их мы попросим выступить или я как-то сам анонсирую, если это не получится. Подумайте, пока идет этот ролик. Недавно мой брат, рассказывая мне о ремонте, который сейчас идет в его квартире, сказал примерно так. Совершенно потрясающе, каких инженеров готовили в СССР. Но если вы считаете, что ваше дело правое, то очевидно, вам нужно, чтобы и те, к кому вы обращаетесь, умели отличать правое от дела. Вопросы к докладчику? Целостности образования, у кого целостное и у кого не целостное, что происходит в ситуации, когда мы не имеем целостной картины мира. И построение, видимо, целостной картины мира – задача полезная. Но, собственно, в какой-то мере мы и пытаемся здесь выстроить какую-то непротиворечивую картину того, о чем мы пытаемся рассуждать. Итак. Начинаем нашу работу. У нас есть несколько новостей. Я хотел бы уточнить, есть ли комментарии у тех, кто в сети. А сейчас там был Аксен Филиппович Миштам. Он откликнулся на наш призыв? Пока нет. Вчера мы провели такую интернет-встречу с группой методологической поддержки. И у нас есть от них несколько новостей, которые тогда, получается, раз уж они не вышли, презентую я. Первое – в Фейсбуке, как нам сказали. Да, вот Сергей уже выходит. За нами следят венокли в трубу сотни глаз, включая Калифорнию. Миш, включи, пожалуйста. Да, вот сейчас надо будет нажать. Включи, пожалуйста, страничку в Фейсбук Петра Королева. Да, ну вот хроника в Фейсбуке про ежедневные наши события в виде фотографий, в виде каких-то еще сносок и комментариев, развивается параллельно с нами. Петр сказал, что у него среди подписчиков в разных сетях порядка тысячи человек в разных странах нашей планеты. Люди заходят, смотрят. Не исключено, что будут заглядывать в большей степени и в видеотрансляции, насколько я понял, и по двум каналам по ЯТВ и по вебинару. Вчера уже у нас посетители есть, наблюдают за тем, что у нас происходит. А вот мне тут еще и пишут. Да. Ну и мы вчера договорились о том, что мы можем устроить взаимодействие, если нам это нужно, если у нас есть запросы, есть вопросы и требуется какая-то консультация, поддержка от группы методологического сопровождения. Миша, открой, пожалуйста, вторую. Там есть такая информация о методологической группе и в том числе визитка методологической группы. Вот это у нас есть в Google Docs, есть ссылка. И там есть по гиперссылке. Вот можно открыть визитку. А можно прокрутить сначала. Для начала давайте прокрутим. То есть здесь есть работа, параллельно идет в том числе с комментариями в правом поле, которых сейчас здесь не видно. То есть идут обсуждения по поводу и самоопределения самой методологической группы, и по поводу того, что здесь происходит и каким образом с этим можно работать. Вот такая еще информация. И Сергей пишет, что все, кто имеет возможность, пусть откроют эту страницу. Во всяком случае, вы можете этим пользоваться. Тут есть схемы ситуации первого дня. А вот, да, мы видим действительно и комментарии. Дальше второго дня, фотографии. То есть тут тоже в этом документе тоже идет параллельная фиксация, можно сказать, практически онлайн событий. Движение мыслей по поводу нашей игры тоже идет. И вот теперь, если откроем визитку, вот тут можно получить представление, да, о вчерашней дискуссии немножко вверх обратно. Вот вчера мы собрались в помещении ВКонтакте, вот тут зафиксировано, кто тут вчера принимал участие. Буквально с метками временными, с метками именными можно понять, что одновременно и параллельно происходит. Итак, вот если здесь есть возможность техническая у Сергея Норкина, я готов передать ему слово, чтобы он, может быть, как-то прокомментировал предложение, можно сказать, группы металлургического сопровождения. Сергей, есть такая возможность? Нет? Нет такой возможности, да? В вебинаре его нет. Ну вот он есть сейчас в Google Docs, я тогда могу, видимо, вернее, он есть сейчас в Skype, я могу сейчас вам попытаться написать. Да, мы можем его предложить ему. Сергей, меня слышно? Да, я слышно. Да. Значит, можно выступить, зайдя в вебинар. Да, я понял. Сейчас я попробую, он слалует в Google. Да, ну вот, я прошу перейти в вебинар, а мы сейчас тогда, да, мы перейдем к теме сегодняшнего дня и к теме вчерашнего дня. Понятно, что вчера группу подвели, наверное, итоги какие-то, может быть, сегодня эта работа будет продолжена с тем, чтобы понять, что мы получили, что не получили, какие надо сделать поправки для себя, с какими вопросами надо разобраться, и с тем, чтобы двигаться вперед по теме сегодняшнего дня. Здесь сегодня есть какие-то вопросы, которые вы могли бы обозначить то, что вот сейчас у вас накопилось и даже оформилось как вопрос, но ответа вы не находите. Есть микрофоны, там можно взять и озвучить какие-то свои соображения. Возможно, это впечатление, накопившаяся такая неустроенность ваша, неуютность, и эту неуютность, дискомфорт, который вы испытываете, может быть, сейчас озвучить. Мы попробуем разобраться, может быть, сегодня или хотя бы зафиксировать, что у нас есть вот такие вопросы, чтобы не говорить проблемы. Микрофон только. Миша, дай микрофон. Елена Меньшикова. Это, наверное, некое суждение впечатления. Вчера с Андреем Ивановым мы это обсуждали и пришли к выводу, что, с одной стороны, хорошо, что все группы, общество, государство, энергокомпании и бизнес включили свою роль и абсолютно отвечают сегодняшним тенденциям, которые мы видим за пределами игры. Хорошо ли это для игры и для дальнейшего развития? Это вопрос. Потому что мы видим инертное общество, самоустраняющееся государство, растворяющиеся энергокомпании и бизнес с позицией дай. На мой взгляд, если эта ситуация не поменяется, то диалог найти будет очень сложно. Спасибо. Спасибо, Лена. Можно это так понимать? Сейчас, можно микрофон обратный? Можно это так понимать? Мне кажется, версия тут такая вполне уместна, что сегодня, если произошло вполне достаточное самоопределение у ряда групп, которые уже знают, что делать и, соответственно, попадают в тему, то у других есть еще сложности завершения этого процесса. И мы их наблюдаем в виде таких непозиционных, что ли, слабо оформленных докладов или докладов, как бы не попадающих в программу. Тут скорее вот те доклады, которые мы вчера увидели, они как раз ясно отражают те позиции, которые мы видим в реальной жизни. То есть твоя-то версия, они как раз говорят правду и говорят по теме, но при этом мы понимаем, что картина как бы плачевная, да? Да, то есть та правда, которую мы видим, она и является правдой. Через это отсутствие, может быть, самоопределения и внятной отработки. А, возможно, кстати, и то, и другое. У меня-то версия другая. У меня версия, что если мы поймем здесь, что мы должны делать в качестве, ну, необычная же ситуация, смоделировать вот эту реальность, симитировать ее через представление групп, вот с группой, например, государства, очень непросто. И вчера мы это отметили, что непросто определиться с этой позицией, а какая она должна быть, и какая она есть, и что делать. Хорошо. Я так думаю, что это, на самом деле, надо нам понимать и обсуждать, что делать в этой ситуации, когда мы вот видим либо такую картину, какая она есть, первая версия, да, либо мы сегодня еще не довели, свои организационные задачи не дорешали до того, чтобы нам начать работать еще более эффективно. Хотя я вчера видел признаки того, что процесс этот идет, и мы можем как раз выстроить вот эту модель, работающую модель, про которую мы говорили, да, которая сама будет, как бы, давать результаты, понимание, что происходит в энергетике, например, там, что будет, если будет происходить все то же самое еще какое-то время, и сегодня, может быть, доберемся до причин, почему так происходит. Пожалуйста. Немножко в другую тему уйду, по, собственно, введению доклада есть предложение, чтобы описательная часть была все-таки максимально короткая, и, в принципе, такая тенденция прослеживается, как я понял, вот, больше времени отдавалось на рассуждение. Спасибо. Очень важный, мне кажется, важное выступление. Я очень рад, что это говорю не я, что это понимается. Мне кажется, вчера это уже стало понятно. На самом деле, у нас есть регламент, лучше бы его придерживаться и нормально двигаться. А для этого, ведь, смотрите, не... Вот есть такое впечатление, что руководитель затягивает ни о чем, но и доклад затягивает, растягивает его обсуждение, там обсуждать-то нечего. Но ведь есть другая сторона. Если мы не поймем, в чем, вот, суть ошибки группы, например, да, в чем непонимание группы, почему доклад вот такой, а какой он должен быть на этом примере, мы не разберемся, мы тогда и работу не наладим. Мы будем тогда воспроизводить вот эту вот, ну, как бы дурную, лишнюю работу, никому не нужной ни группе, ни всем нам остальным. Поэтому вот первые дни, к сожалению, я не вижу другого пути. Вот этот настрой, настройку, ну, не все сразу поют хором красиво. Надо спеться, настроиться, друг к другу привыкнуть, понять, что нужно делать. Вот эти какие-то правила, которые не объяснишь вербально, которые нужно почувствовать в действии. В игре это постоянно присутствует, и я надеюсь, что мы сегодня сдвинемся от этого. В том числе, Владимир Ильич Кривопальцев вчера мне предложил такой ход, я думаю, сейчас это можно озвучить вам на обсуждение. Если у нас не будет получаться заслушать всех, и при этом даже если у группы нет доклада, вот чувствует, что группа нет доклада, то, может быть, мы сделаем таким образом, мы будем слушать только те группы, у которых есть доклады, у которых есть мысль по теме дня, и какой-то минимальный комментарий, который потом можно не оформлять здесь многими слайдами, а прокомментировать, может, даже и устно, чтобы выделить как раз мысль от тех комментариев, которые ее сопровождают. То есть предложение буквально такое. Не все группы выступают, выступают только те, кому есть чего сказать по существу. Если мы вводим такой принцип, то понятно, что наша работа резко станет более эффективной, будет меньше воды, больше именно дискуссий по существу, поскольку суждения или мысли, которые будут высказаны, они будут требовать обсуждений, и все наше время будет занято гораздо более важными и интересными дискуссиями, чем мы занимались первые дни. Так? Пожалуйста. Свежий Антон, группа сотовая энергетика. Я немножко не согласен, что выступают только те. Я считаю, что должны выступить все, потому что, допустим, если группе, я бы не сказал, что нечего сказать, может, они не определились еще с позицией насчет темы дня или каких-то еще вопросов, и чтобы хотя бы, может, направить их на какой-то путь или указать в рассуждениях. То есть у них нет доклада, допустим, просто на обсуждение понимания темы дня. Пусть просто выйдут, скажут, как они понимают. Спасибо за вот это уже практически отношение. Есть резоны в сторону того, чтобы… Нет, все это каждый должен высказаться. Есть ли другие мнения? Каждый, кто хочет, в смысле, да, вынуждать-то никого не надо, а если группа хочет высказаться, пусть… Пожалуйста. Вот еще такое мнение у меня есть, что дурак, ну, как говорится, дурак учится на своих ошибках, а умный – на чужих. Но вот дело в том, что дурак, он вот каждый своей набитой шишкой, вот споткнувшись вот обо все эти ошибки, он чувствует их, и не просто знает, что вот так нужно делать, так не нужно. Он это понимает, осознает, и вот между знанием и пониманием пропасть, между пониманием и осознанием еще пропасть, и уже потом между осознанием и действием, деланием – это еще пропасть. И вот сразу от знания к деланию скакнуть это очень редко получается. И вот, например, вчера, когда выступили общество, государство, бизнес, мы убедились, лично прочувствовали, что с таким отношением, как сейчас у общества, у государства, у бизнеса есть, как уже сказали, мы отразили их в реальное положение вещей, мы убедились лично на своей шкуре, что так нельзя, и это ни к чему хорошему не приведет, это очень ценно, на мой взгляд. — Да, да, то есть в этом смысле и доклады тоже полезны, да? — Да, да. — Спасибо, спасибо, да. Владимир Ильич, в пользу своего предложения. — Да, я бы хотел уточнить содержание этого предложения, потому что, как мне кажется, оно было несколько односторонне, да? Я предлагаю изменить отношение групп к докладам. На сегодняшний день, мне кажется, у групп есть, как бы, висящий над ними долг сделать доклад по теме дня. И если группа, как бы, не делает доклад или делает плохой доклад, ее это как бы позорит. И вот это должествование, оно снижает требования к качеству. На одной из игр из интернета пришла очень глубокий, с моей точки зрения, очень осмысленный афоризм. Самый главный враг мышления на игре — это PowerPoint. Потому что любое фуфло, извините за выражение, будучи упаковано в красивый шаблон PowerPoint, производит, как бы, осмысленное впечатление. А при попытке копнуть туда, там полная пустота. Так вот, чтобы у групп не было чувства вины, да, за то, что они не сделали доклад, я предлагаю изменить отношение к докладу. Потому что сделать доклад — это не обязанность группы, и даже не ее право, это привилегия. И тогда, мне кажется, группа один раз не попав на доклад, в следующий раз уже не осмелится просто в красивый шаблон втиснуть общие фразы. Вот как бы была подоплека моего предложения. Ну и, я так понимаю, здесь, я вообще не хотел бы сейчас ни принимать решения, ни голосования никаких, но именно вот это обсуждение для меня более ценно. А как мы понимаем, как нам построить нашу работу? Есть очень простой принцип, например, три часа, каждый час, три группы по 20 минут с докладом, с обсуждением в целом. Значит, длинный был доклад, значит, короткое обсуждение будет, например, да, и одна группа каждый раз не участвует. Конкуренция. И группы борются за то, чтобы выступить, например. Конкуренция, риск не остаться той группой, которой не дали слова, она будет играть стимулирующую роль. Я вот говорю это, я не говорю, что мне это нравится, я говорю, что это работает, это я видел. Когда были бунты, да, мы тоже хотим выступить, но, тем не менее, на ваше обсуждение вот такая конструкция, она вполне возможна, если, например, мы договоримся, что кто-то не попадает в список выступающих, одна группа. Простой такой, для дискуссии. Есть какие-то соображения? За или против? И мы будем вовремя уходить с работы. Три часа ровно. Жесткий регламент. Девять групп из десяти. Правильно я понимаю, что предлагается поиграть, так называемое, слабое звено? Да, да, да. В одном фильме это было показано. Последнего съели, да? То есть группа, доклад, который нам не понравился на предыдущем пленуме, не выступает или нет? Это я не знаю, каким образом выбирается слабая группа. Это еще отдельный вопрос. Я думал, что как раз мне его зададут. Я не знаю. Спасибо, предлагаю продолжить обсуждение. Есть какие-то соображения? Пожалуйста. В Леолин Камиль, группа сотовая энергетика. Мне видится, например, такое предложение, то, что, как вы уже сказали, регламентировать временные рамки для каждого доклада может быть более жестко, буквально, ну как сказать, выставлять песочные часы, что ли. А уже группам дать возможность, то есть самим распоряжаться этим временем. То есть, может быть, даже не делать доклад, а просто предложить, обсудить их тему за вот это отведенное короткое время. Кому обсудить тему, я не понял. С залом задать какие-то вопросы и обсуждения по тематике дня. Без доклада? Да, может быть, это поможет им как-то самоопределиться. То есть, а если группа не готова, да, мы без группы пытаемся обсуждать, что группа должна была сделать. Нет, не плане, если группа совсем не готова, если у нее есть какие-то, например, вопросы. Либо, может быть, группа хочет презентовать красивый доклад, донести все, но без обсуждения. Тогда они могут это сделать, заняв все время доклада. А это, конечно, имеет право. Мы хотим выступить, но нам не интересны ваши суждения, говорит группа, да? Да, именно, если так. С трудом могу представить, зачем тогда выступать в группе? Спасибо. Спасибо. Я понимаю, что варианты возможны. Вот мне очень нравится такое наше коллективное творчество, поиск путей, организации нашей совместной работы. Не перекладывание руководителей. Вот я могу все не знать, а какая-то гениальная догадка кого-то из вас может гораздо сильнее продвинуть, чем обычные стереотипы руководителя. Он привык так, а по-другому он не пробовал. А вы можете предложить гораздо более интересный ход, и мы тогда заиграем лучше. Поэтому приглашаю вот на этих установочных дискуссиях по теме дня пытаться вместе работать над самоорганизацией. И вот к последнему сюжету я его, может быть, забросил для того, чтобы... Давайте подумаем. Мы вот начали только, может быть, замечать, что можно работать по-разному, и как бы нам построить нашу работу получше. Петр Щедровицкий как-то сказал фразу на одной из своих игр, очень простую, но мне казалось очень работающую. Если человеку есть чего сказать, а заткнуть ему в рот невозможно. Ведь если вы понимаете, что у вас есть позиция, эта позиция у вас будет проступать, а доклад у вас, например, по очереди последний и может не попасть в регламент. Вы будете со своей позиции атаковать доклады, с которыми вы не согласны, с самого первого доклада. То есть вы свою позицию можете нести в течение всего пленума. И я прошу обратить на это внимание. А зачем тогда вам другие доклады? Если не для того, чтобы сориентироваться в поле вот этих позиций и обозначить свое понимание, свое отношение и свою позицию. При том, что ваш доклад, может быть, еще и не прозвучал, но он уже прозвучал, когда вы активно работали на пленуме. Не просто, чтобы задать вопрос. Есть вопросы на понимание, есть вопросы. Осуждение за ним есть? Осуждение за ним, обратили внимание, часто не бывает. А зачем был вопрос? Мне-то кажется, что вопрос может быть задан для того, чтобы после этого нанести удар, условно говоря. Я правильно понял, что вы вот это имели в виду? Да. Тогда следует суждение, например, что я с вами не согласен, и вот мое суждение. Вот почему ваша позиция ложная, ошибочная, там еще какая-то, несостоятельная. Мне кажется, для этого можно использовать вопросы. Хотя можно их и вообще убрать, если вы понимаете, что вполне понимаете позицию и не тратите время еще и на это. Потому что если вы задали вопрос, то надо тогда реализовать вот это свое понимание в своих интересах. Так, слово Сергею Норкину. Нету, да? Его нет, не получилось. Скайп? Не знаю. Сергей. Нас слышно? Я не вижу уже его. Где он тут у нас? Сергей. Алло. Да, он говорит, что он слышит. Так, через скайп. Да, есть возможность выступить через скайп. Не получается через вебинар. Я слышу, но остальные не слышат. Ну, можно приставить микрофон, конечно, вот таким вот бандитским способом. Попробуем? Сергей. Сергей. А, вот появился Петр Михайлович Королёв. Да, да, хорошо. Коллеги. Так, сейчас я включу микрофон. Микрофоны настроены. Попробуем говорить через скайп. Говорите. Говорите. Где звонок, кто? А куда? Нет, ну, вывалились. Им позвонить? Им позвонить, да? Так. Попробуем. Так. Позвонить вот сюда, да? Вызов. Так, вызываем Петра Королёва. Петр Михайлович. А, нет. Останавливает соединение. Петр Михайлович, вы слышите нас? Я слышу, но говорить не могу, только могу писать. Понятно. Так, тогда можете нас соединить с Сергеем Норкиным, присоединить его, чтобы он сказал, он вроде бы собирался выступить. Так. Порисединить конференции надо, да? А я пока сейчас обоконяю. так вот устанавливается до слышим и включался и мы попробуем рвется все время соединить поэтому давайте попробуем в один канал в том случае если прервется связь я прошу вас просто двигаться постранично а мы будем отвечать в комментариях на странице визитки откройте пожалуйста первую страницу визитки камера радостудия тоже на экран чтобы было видно и в что мы видим и так коллеги я рад вас приветствовать здравствуйте сергей норкин город вологда директор издательства наследие московского методологического кружка я не первый год работаю с уральским молодежным энергетическим форумом и очень рад той традиции и тому качеству подготовки которые я здесь встречаю напряжение которое испытывают игроки игротехники смыслотехники руководитель передается за тысячу километров и я его ощущаю и мы переживаем то же самое что вы игроки игротехники смыслотехники руководитель и наша группа проживает то же самое и с нами происходит то же самое что с вашими группами сейчас я попробую вам показать что с нами происходило прошедшие три дня но прежде прошу вас всех у кого есть возможность пробраться на документ визитка чтобы вы имели возможность впоследствии обратиться в группу напрямую с любыми вопросами, запросами, недоумениями или странными состояниями которых вы не можете выйти сейчас можете меня надеть? да, слышно да, прерывалась связь нет, слышно нормально здесь фотографии которые Петр Королёв разместил на фейсбуке я понял, я тоже себя слышу только через три секунды вы видите ссылки на фотографии видите ссылки на объявления в фейсбуке которые делал Сергей Норкин значит объявления о трансляции и ссылка на эту визитку для более чем тысячи участников группы технологии мышления смд антология и более чем две тысячи друзей Сергея Норкина, Петра Королёва и некоторых других участников этой группы «Дальше» Вы находите после списка участников вчерашнего заседания группы ссылки на наши документы. Каждый из них вы можете открыть, войти и работать там, как редактор. Вчера Пётр Королёв положил три принципа, по которым работает наша группа. Скорость каравана определяется последним верблюдом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы остановились на том, что каждый участник, входя с обращением, запросом или непонятным состоянием, становится участником группы. Понимает, что произошло с группой, пройдя краткую историю. Понимает, что произошло с группой, пройдя краткую историю. И параллельно вводим группу в те вопросы... Я понял, бывают провалы. Но, тем не менее, состоялся какой-то контакт. Сейчас, видимо, снова провал связи. Я думаю, основную часть сообщений вы услышали, что есть группа, которая с вами готова работать. Не очень ясна инструкция пока, но это не так страшно. Я понял, что надо прочитать историю некоторую. Там, по-моему, страница десятка трей. Поэтому мне очень ясно. Это включение человека в работу металлической группы, для того, чтобы что-то получить, ответ, наверное, на вопрос. Он, насколько этот момент, это событие выключить человека из работы группы, своей группы. Вот на это, конечно, хотелось бы услышать ответ, но, видимо, сейчас мы уже не сможем это сделать. Но анонс произошел. Я думаю, он вполне состоялся. А есть ли тут какие-то вопросы? Может, нам сейчас снова они позвонят. Есть ли какие-то вопросы по поводу услышанного и увиденного? Нету. А есть, есть. Владимир Ильич, пожалуйста. Я не совсем четко понимаю техническую возможность подключения к работе этой группы. Сколько я понимаю, стандартная ситуация в группах примерно такая. Есть один, в лучшем случае еще два устройства для выхода в ИДН. Да, одно личное и одно штатное, которое дается группе. Штатное устройство, которое дается группе, как правило, используется для нужд группы. Справочных, каких-то еще, да? Что делать тому участнику, который хотел бы подключиться, но не имеет технического средства? Занимать штатное средство, искать у кого-то свободный ноутбук для того, чтобы свои личные задачи по подключению к методологической группе решить? Или как? То есть, с моей точки зрения, вот техническая возможность, принципиальная возможность понятная, ее можно только приветствовать. Что касается технической возможности использования этой возможности, ну, мне кажется, пока вопрос не готов. Скажем, я не понимаю, как я, при отсутствии у меня ноутбука, могу решить вопрос по работе с методологической группой. Понятно ли я сформулировал свой вопрос? Я думаю, да, мне только непонятно, слышно ли нас, да, коллеги. Можете отозваться и как-то прокомментировать? Есть у вас представление о том, как это организовать технически, или вы считаете, что это как раз дело рук самих интересующихся этой поддержкой? Просто планшет и ноутбук, на самом деле, не у каждого в руках есть, но тем не менее, я думаю, что найти так это можно. Просто предлагаю, есть ли какое-то предложение в этой связи? Ну, нет контакта, видимо. Хорошо. Я предлагаю на этом закончить. Время наше регламентное подошло к концу. Переходим в работе в группах по теме дня. Спасибо всем. Продолжение следует...